Привет, друзья! Вот так вот выглядит просто безобразие. Это Ася выглядит. Вот так вот выглядит полное безобразие перца. Вроде пышненький, но таким он не должен быть. Тут полным-полно пасынков. Сейчас покажу какой должен быть. Хотя бы такой. Можно оставить две веточки, можно оставить три веточки. А вот с этой пышной елкой надо что-то делать. Ну и чем я и занимаюсь сейчас на участке, пока опять не пошел дождь. Вот это все надо обрезать. Вот даже как заснять. Отрезаем до развилки перечной. Вот так вот, не жалейчи. Это пасынок перца. Хоть и с цветочком, но если их все цветущие оставить, то это будет, видно, он тоже цветет пасынок. Это будет просто мелочь. Как говорится, дадим стране угля, хоть мелкого, но много. А это нам не надо. И до развилочки начинаем все пасынки обрезать. А развилочка, вот она. Вот она развилочка. А вот это вот все, что ниже, удаляем. Вот он стволик. Не знаю, если камера снимает хорошо. А пасыночки все убираем. Вот мне видите, будто мамай прошелся по кустам перца. Это я прошла с секатором. Вот он тоже. Сейчас будем удалять. И потом сниму, покажу, что получается. Ну вот стволик я очистила от пасынков. Видите, сколько их много было. Вот он все голенький. Даже почки, которые закладывали бутончики, их тоже я удалила. Можно секатором. Можно просто ногтями подковырнуть и обрезать. И у нас осталась макушка. С макушкой тоже надо разобраться. Если куст сильный, можно оставить три основные веточки. А если слабенькие, например, как вот тут у меня, вот этот, здесь я оставила две веточки в рогатке. В этом можно оставить три. Да, что ж такой лист наглый загораживает. Но при этом каждую веточку, рогатину, ну вот он такой густой, плотный, каждую веточку надо будет тоже пропасынковать. Оставить по одной. Если внимательно к перцу присмотреться, уже завязался, в принципе, ему сейчас воды, света, тепла всего хватает, питания, можно уже перчики оставлять и не удалять. Коронные обычно удаляют, это которые вот в этой развилке, а этот уже, в принципе, на втором ярусе можно и оставить перчик. Смотрите, вот если посмотреть на рогатку, то один стволик толстенький, а другой тоненький, тоньше соседнего. Поэтому его тоже можно удалять, чтобы не было загущенности. Тем более он мне тут постоянно мешает снимать. Уберем и удалили. Да, с цветками, но, повторюсь, будет очень много мелкого. Дальше смотрим по кругу. У этого тоже видно, у этой второй рогатки, вот этот сильный ствол, вот этот второй слабый ствол, его тоже можно удалить. Удаляю, не жалеючи, потом просто плоды будут гораздо крупнее и лучше. Жалко, но надо. И посмотрим, что тут с третьей рогаткой. Так, дети шумят, они помогают выдергивать траву. Вот тоже толстенький стволик, слабенький стволик. Удаляем. И получается, как будто по кругу. Работаем по кругу и кустик освобождается. Если кустик уже более-менее подросший, то можно увидеть и следующий этап. Это вот, как говорится, рогатка первого яруса. И на рогатке второго яруса тоже можно провести вот такую вот прищипку и обрезку. Смотрите, цветочек вот этот центральный можно оставить, а от него есть маленькая веточка, которая идет... Видите? Идет веточка, направленная вовнутрь куста. Вот ее можно аккуратно прищипнуть. Ну, в принципе, можно и ногтями. Вот так вот. Оп! И мы ее удаляем. Смотрим на другую развилочку. У нее тоже, видите, вот цветочек. Вот пошло продолжение ветки. А вот тут она коротенькая, она с бутончиками, но она смотрит вовнутрь куста, и она его будет загущать. Поэтому тоже аккуратненько удаляем. И кустик становится уже свободней. Ну, и вот третью рогатку здесь тоже можно удалить, чтобы кустик не загущался и не мешал развитию следующих перчин. Вот какая была пышная елка. Вот не успела сфотографировать. Вот. Какая была пышная елка, а превратился вот в такой вот кустик. Но он весь нарастет, весь нарастет, перчинки завяжет. Перчинки и бутоны, которые он не сможет развивать, он сам и сбросит кустик. Вот там вот дальше. Но их не видно. Перчинки я уже прошла, у меня остался буквально один рядочек перцев пройти, постанковать. Кстати, так как у нас буйствует кубанская жара на Кубани, для притенения мы через каждые два ряда перца посадили кукурузу. Два ряда перца, ряд кукурузу. И вот там вот дальше также и посажено кукуруза, перец, кукуруза, перец. И помидоры там дальше, томаты тоже посажены, тоже, чтобы ничего не пеклось и был тенечек. Как раз это мы посадили с южной стороны, с западной южной стороны грядки у нас посажена кукуруза. Как раз когда будет с той стороны солнце, она будет бросать тень на плетень, на перчик. Кстати, дети кроме травы тергают не только траву, но удаляют и пасынки у кукурузы. Это, в принципе, не сложная наука, просто выделить центральный ствол, а все остальные пасынки секатором дети отсекивают. Так что помощники подрастают и мы надеемся, что вон там тучки идут и к нам придет дождик. Хоть что-то успеем сделать до дождя. Так что, друзья, хороших вам урожаев, хлопот, приятных. Пока-пока. Кошки, как всегда, с нами. Пока-пока.